Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги пророка Даниила. Читаю ее для портала экзегет в переводе, который называется современный русский перевод, иногда его называют заокским. И у нас с вами сменилась империя на середине книги. У нас с вами была Вавилонская империя, а вот в шестой главе начинается империя медийцев и персов. И новый царь это Дарий, но история вся та же самая. В конце концов, мировые царства меняются. Одна держава распадается, другая занимает ее место или даже превосходит ее своим величием, как с персидской державой и было. И вот царь Дарий, третий царь, о котором здесь говорится, Новоходоноса, разрушителя Иерусалима, Волтасар, при котором, собственно, все впадает в упадок, и пока он там пьянствует на своей пирушке, уже готовится смена власти. И Дарий, который приходит к этой самой власти. Дарий соизволил назначить по всему царству 120 сатрапов. Сатрап это название губернатора. Возможно, пройдут времена и слова губернатор, мэр будут звучать такими же ругательствами, как сегодня слово сатрап. А это всего лишь должность в те времена. 120 сатрапов, которые должны были вести дела царские. Над ними поставил трех верховных правителей, одним из которых был Даниил. То есть он руководит большими какими-то территориями, которые разбиты на небольшие области. Сатрапы обязаны были держать отчет перед этими тремя правителями, чтобы царю не было ущерба. От правителей сатрапов Даниил отличался превосходством духа и царь намеревался поставить его над всем царством. Но правители сатрапы стали следить за тем, как он вел царские дела и искать поводы для обвинения Даниила в каком-нибудь беззаконии. Ну еще бы, чтобы не возвысился, надо его в чем-нибудь быстренько обвинить. Но не могли найти за ним никакой вины, никакого порока. Он был верен во всем и не допускал небрежности, да и порочности в нем не было. Тогда эти люди решили, не сыскать нам за Даниилом никакой вины, разве что только что в самой вере его. Даниил иудей, он верит в единого Бога. Этим он отличается от язычников, которые в этом Вавилонском царстве. И, вероятно, можно подстроить какую-то ловушку. Вера становится поводом для не просто обвинения, но для улавливания. Замышляя зло, правители царства и сатрапы пришли к царю и сказали ему «Здравствуй тебя, царь Дарий, вовек». Все правители, наместники, сатрапы, советники и служащие в царстве считают, что необходим царский указ, запрещающий всякому в течение тридцати дней обращаться с мольбой к какому-либо Богу или человеку, кроме тебя, о царе. Кто нарошит этот запрет, будет брошен в яму льва. Наложи, о царе, этот запрет и скрепи указ. Он должен быть непреложным по закону Медяны Персов, не допускающим отмены. Царь Дарий издал указ и скрепил печать у грамоту с запретом. Идиотский запрет – тридцать дней молиться кому-либо, кроме царя. Такой месячник лояльности. И не то, чтобы люди перестали молиться богам. Я не думаю, что они перестали. Но, по крайней мере, появляется повод. То есть, очень многие указы издаются не для того, чтобы на самом деле изменить жизнь, а чтобы было за что наказать. Даниил знает, что этот указ был издан. Продолжал уходить в свою горницу, открытые окна которой были обращены в сторону Иерусалима. Там он по-прежнему три раза в день преклонял колени, молился и благодарил своего бога. То есть, Даниил продолжает трехразовые молитвы. Враги Даниила, сговорившись, явились к нему и застали его молящимся своему богу и просящим его помощи. Отправились они к Дарью и напомнили ему о запрету. Царь, не ты ли, издал указ, по которому всякий, кто в течение тридцати дней обратится с мольбой, к какому-либо богу или человеку, кроме тебя, должен быть брошен в яму льва. Решение-то неколебимо, таков закон медианы-персов, не допускающий отмены, ответил им царь. Ну вот тут интересная особенность именно этого персидского медианского права. Медиане и персы очень близкие народы, поэтому, как македонии не и греки, фактически один народ уже к моменту образования этой империи, нельзя давать задний ход, нельзя отменять выпущенный указ. Ну, наверное, чтобы всерьез относились, да. Тогда они объявили царю Даниил, один из переселенцев иудейских, не чтит ни тебя, ни тобой подписанного указа и трижды в день молится Богу. Когда царь услышал об этом, он сильно огорчился, но решил избавить Даниила и до самого захода солнца старался его спасти, то есть пытался найти способ его не оказнить. Но злоумышленники, собравшись вместе, пришли к царю и сказали ему, помни, царь, по закону медианы-персов, ни один запрет и указ царя не может быть отменен. Тогда царь велел привезти Даниила и бросить яму со львами, а Даниилу сказал, да спасет тебя твой Бог, которому ты преданно служишь. Такой лицемерный царь, да. Ой, ну, Бог тебя пусть спасет, а я тебя львам кидаю. Что значит яма со львами? Ну, ров, в котором львы, да, их там держат для, уж не знаю, зверинец там у них, чтобы любоваться на них, или для охраны, да, то есть этот ров преграждает дорогу к чему-то серьезному. Там, допустим, мостик через него перекидывается, а если мостика нет, не перейдешь. Ну, и, наверное, не очень хорошо их кормят, чтобы они были голодные и злые. Принесли камень, закрыли ему стеямы, то есть там еще и в темноте это все, и царь запечатал его своей печатью и печатями сановников, чтобы приказ о Данииле не был нарушен. После этого царь удалился во дворец, провел бессонную ночь, отказавшись от еды и каких бы то ни было развлечений. Утром, едва занялась заря, царь поднялся и поспешил к подземелью, да, то есть это вот, ну, где эти львов держали в таком, что ли, ну, не в клетке, а в каком-то логове. Подойдя к тому месту, где Даниил был брошен в яму, царь тревожным голосом позвал его. Даниил, раб Бога живого, смог ли твой Бог, которому ты преданно слушаешь, спасти тебя от львов? — Царь, здравствуй тебе! — вовек отозвался Даниил. Бог мой послал ангела своего, и тот закрыл пасти львам. Они не тронули меня, ведь я чист пред ним. Да и тебе, царь, я ничего дурного не сделал. Царь очень обрадовался и приказал извлечь Даниила из ямы. Подняли Даниила из подземелья и увидели, что он цел и невредим, потому что в доверии Богу своему он остался неколебимым. Тогда по приказу царя привели людей, злобно обвинивших Даниила, и бросили их самим львам, а с ними детей их и жен. Не успели они долететь до дна ямы, как львы разорвали их на части. Вот империю эту нельзя обвинять в гуманизме. Вот совсем. Ей все время надо кого-то казнить. На этом она стоит. Не Даниила, так тех, кто его обвинил. Тогда написал царь Дарий всем народам, племенам и языкам по всей земле мира вам о благоденствии. Вот мой указ. Во всем царствием, неподластном, всяк дотрепещет и благоговеет пред Богом Даниила, «Ибо он Бог живой и Бог вечный, царство его нерушимое, и власть его нет конца. Он спасает и освобождает, творит знамения и чудеса на небесах и на земле. Он спас Даниила от львов». И был Даниил в большом почете в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. То есть еще одного великого персидского царя. Но что там у нас про сновидения? Что тут давно их не было? В седьмой главе опять появится. Продолжение следует...